Мы постараемся сделать это беспристрастным способом, доверить этот сложный моральный вопрос случаю и, конечно, компьютерам. Как без этого? Итак, друзья, я хочу, чтобы весь процесс определения победителя был максимально прозрачным. Ничего не подделано, ничего не подстроено. Поэтому я показываю вам экран в камеру, а не показываю вам его непосредственно, чтобы вы видели. Все снято одним дублем, без какого-либо монтажа. Я не знаю, какой будет исход определения победителя. Более того, не весь рендом мы будем доверять компьютеру на случай, если кто-то не доверяет компьютерам или не доверяет мне, потому что я в них кое-что понимаю и что-то могу подстроить. Итак, здесь список всех участников. Прошу его внимательно изучить. Кого-то из вас мне пришлось добавлять не по нику, потому что вы не представились, а по началу вашего e-mail или целиком вашего e-mail. Но так или иначе, все, кто изъявил желание и по всем правилам принял участие, обязательно в этом списке есть. Я это гарантирую. Посмотрите на него внимательно поближе. Нажмите на паузу, если надо. Обязательно найдите себя. Если не нашли, пишите мне претензию. В крайнем случае, верну вам деньги. Если донат вас я получил, но каким-то образом вас упустил и в этот список не включил. Хотя я уверен, что это невозможно. Я четыре раза полностью проверил все, что приходило за больше чем месяц приема этих самых донатов. Поэтому я уверен, что вы в этом списке есть. Тем не менее, смотрите внимательно. Чтобы определить победителя, я написал маленькую программку на Гонбассе. Она, правда, очень маленькая. Выглядит она вот таким вот образом. Текстовое поле, куда я добавлю список всех участников. Лейбл, на котором появится имя победителя после нажатия на эту кнопку. Ну и сам код этой кнопки. Как видите, программа вся. Вот она, как на ладошке. Мне всего три строчки. Весь код только в кнопке. Что она делает, я думаю, понятно и не программистам. Но я тем не менее объясню. То есть мы включаем рандомную генерацию чисел. Максимально рандомную. Затем мы создаем массив из списка людей. Разделив их по переносам строки. Далее победитель определяется округлением случайного числа из количества людей в массиве. Ну и в конце концов на тот самый лейбл выводится значение массива в позиции победителя. Ну, я думаю, все понятно. То есть выпадает, если единица, то будет выбран первый в списке победителя. Чтобы убедиться, что программа работает корректно, мы сейчас просто введем в нее левые данные и посмотрим, как это работает. Запустим программу. Можно даже... Ну, пусть будет пока так. Смотрите. Я, допустим, добавлю сюда людей. Напишу, что у меня есть участник ААА, БББ, СЦЦ, ДДД, ЕЕЕ, ФФФ, Джинджинджи. Несколько участников. Давайте понажимаем на кнопку определения победителя. Первым выбирается вариант предпоследний. Вторым выбирается третий. Там третьим выбрался, получается, пятый вариант. Ну и затем опять снова предпоследний и так далее, и так далее. В конце концов они все здесь появятся. Вот последний вариант. ААА, это первый вариант. Ну, то есть, все однозначно обязательно участвуют. Рэндом ни про кого не забывает. Причем, сразу хочу обратить внимание, что если мы запустим программу еще раз, сохраним себе этот массив вымышленных людей, запустим программу еще раз, то на этот раз первым, ну, окей, ФФФ три раза подряд, ЕЕЕ затем, затем ДДД, совершенно другой порядок. То есть, рэндом абсолютный, и от запуска к запуску он выдает разные значения. Можем даже для полной красоты еще раз запустить. Я думаю, что в первый раз он вполне иногда может совпадать. Но вот в этот раз первое же значение было вторая позиция, и затем четвертая позиция. Короче, рэндом полный. Предсказать я его не могу, и повлиять я на него никак не могу. Итак, запустим еще раз программу с нуля. Свернем окошко. И теперь я добавлю реальных участников. Выделю всех. Нет, не вставлю сюда. А выделю всех. И скопирую этот список. Честный список. Все. Все люди здесь есть. Могу даже немножко приблизить вам, и показать весь список. Думаю, что вам видно. Но опять же, можете поставить на паузу. Надеюсь, что видно. Ну и теперь самое интересное, чтобы был действительно полный рэндом, я возьму обычные игральные кости. Я кину кубики, и какое число на них выпадет, столько раз мы и нажмем на эту кнопку, чтобы определить финальному победителя. Мне кажется, это будет максимально честно. Опять же, на это повлиять я уже совсем не могу. И выпадает 12. Всегда бы мне так везло. Показываю поближе. Две шестерочки. 12. Итак, нам нужно 12 раз нажать на кнопку определить победителя, чтобы выяснить, кто у нас выиграл с NES Mini. Раз. Так. Отпусти меня. Так. Теперь можно нажимать. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. И победителем становится... Поздравляем победителя. Максим Лис становится обладателем с NES Mini. Чем мы, собственно, его и поздравляем. Здорово. Поздравляем, Максим. Ну и... Ваш e-mail мне известен. В самое ближайшее время свяжусь с вами. Спасибо.